Санкт-Петербург Сан-Диего, Калифорния Чтобы robotics Всевыш时间 Совершенность Совершенность И это как раз, наверное, смысл там за, там за, мы назвали в честь, по первым двум словам песни Никитина на стихе Шпаликова, там за рекой лошади бредут, вот там за океаном, там за облаками, там за седьмой горою, вот мы тут за, а вы там за, и мы все там за. И плюс еще, конечно, тут идея возвышенности, то есть там за пределами материального, где-то в мире духовном и прекрасном, вот, и мы вышли в эфир сразу, как только объявили карантин, и вот уже более полутора лет, по выходным мы в эфире и в субботу, и в воскресенье, и у нас идут гитары по кругу, и еще множество разных мероприятий в будни тоже. Самое, наверное, значительное, самое значительное из всех мероприятий был концерт Юлия Кима. Как раз во время карантина Киму пришли друзья, подключили его к интернету, и он нам сделал классный концерт. И вот таких концертов у нас уже набралось множество, плюс всякие другие мероприятия. Мероприятия, которые, в общем-то, и подвели к идее создания конкурса. Вот как придумался конкурс, да, прошел же первый уже этап, сейчас мы говорим про второй, ну, тур, да, как бы не тур, но про второй конкурс тамза. Расскажи про то, как возникла идея конкурса, и что это такое. Конкурс, ну, вообще наша тамза, она основана на очень необычном явлении, а именно народ, кто хочет, присоединяйтесь. Господа, приходите, у нас открытый эфир, микрофон дают всем, кроме хулиганов. И вот эта вот возможность выйти на сцену и выступить перед миром, мы всемирный клуб, да, она совершенно необыкновенная. Вот этот конкурс, идея привлечь еще таланты, то есть, алло, мы ищем таланты. Вот основная идея конкурса. Хочется на тамзу привлечь еще прекрасных людей, и гораздо проще их привлекать, когда они сами к тебе стучатся. Вот это вот идея конкурса. Сначала мы делали только авторский, и второй конкурс у нас авторский плюс исполнительский, плюс молодежная категория, плюс из авторов мы делаем авторы стихов и авторов музыки по отдельности, то есть, это у нас авторские композиторские номинации. И еще будет приз зрительских симпатий, то есть, в результате пять номинаций. Пять номинаций. Это прекрасно. На самом деле, затрагивает практически всю область авторской песни, и это то, что интересно людям. Это факт. Вопрос тогда номер два. А судьи кто? Конкурс конкурсом, но в конкурсе очень важно, кто же, собственно, меня судит, и кому это я понесу свои творения, на чье решение, на чей выбор. В жюри входят Лидия Чебоксарова, Татьяна Висбур, Григорий Гладков, Вадим Певзнер, Александр Щербина, Татьяна Дрыгина, Игорь Белый, тот, который в Москве, Евгений Пальцев и Ирина Акс. Еще хочу маленький момент сделать, что из исполнительской номинации мы принимаем только новые и малоизвестные песни. Во-первых, почему мы это делаем? Ну, потому что перепеть «Солнышко лесное» – это большая доблесть, или какую-нибудь из песен Высоцкого. Но гораздо интереснее находить новые таланты, новые песни, или, скажем, малоизвестные песни великих, таких как у Джавы. Это, ну, в этом есть гораздо больше элемент новизны. Вот. И именно вот таланты, созидатели нас интересуют, даже среди исполнителей. Нас спрашивают, что такое малоизвестное. Ну, это на усмотрение жюри. Если жюри проголосует, скажет, что это… А мы это знаем, значит, уже известно. А если жюри не знает, значит, малоизвестно. Все очень просто. Тогда поподробнее. Я так понимаю, что еще есть и зрительское жюри. При зрительских симпатии он на самом деле оказался… Мы просто его сделали автоматом. Знаете, полная автоматизация. У нас все автоматизировано. Человеку дают линк на сайте Тамза, заходишь и выбираешь того, кто тебе нравится. Все голосование зрителей происходит на сайте тамза.ком. Очень важно для всех сейчас. Все верят в демократию. Все верят в абсолютное право члена жюри выбирать. Поэтому все попытки влиять на жюри старательно отвергаются. А что касается конечного результата, все заявки мы принимаем в записи. И чем лучше вы записываете, тем лучше. Но на самом деле очень часто простенькая запись с сотового телефона вполне-вполне достаточно. Со смартфона нормально работает. Кстати, микрофоны на смартфонах в последнее время очень высокого качества. А действительно, качество видео не так принципиально. Иногда расплывчатое видео даже лучше, чем четкое. Так что, для заявок особенно не заморачивайтесь с технологиями. А вот сам концерт, финалисты будут выступать в зуме в реальном времени. Записи мы гонять не будем. И концерт запланирован на 11 декабря, суббота, 19.00 по Москве. Вот. Если вы можете в этот день выступить, то, значит, подавайте заявки. И дальше надо вам будет выйти в зум и спеть. Хорошо. И тогда еще одну грань конкурса мы не затронули. А что же, собственно, получит победитель? Мы в качестве награды выдаем красивый, старательно нами созданный, нарисованный нашей художницей усовершенствованный диплом. Дипломанты, финалисты, то есть финалистами называются те, кто попал в концерт. И дипломанты, все, кто попал, получил диплом, то есть это какая-то часть участников. И потом бывают еще лауреаты, которые точно, точно победители по своей номинации. Так вот, они все получают красивые дипломы, и чем выше их номинация и уровень, они тем более красивый диплом получают. И тут-то мы находим как раз таланты, которые нам близки, и приглашаем их на Тамзу выступать в наших субботних концертах и прочих концертах. Вот. Лауреаты получают полный концерт субботний и могут выступить еще, и к ним придут зрители. И это еще как бы... На самом деле главная награда автору и исполнителю – это слушатели. И вот мы обеспечиваем ровно это. Мы обеспечиваем финалистам, участникам концерта, обеспечиваем аудиторию, возможность выступить. И потом лауреатам и дипломантам выступить еще и еще. Вот. И это самое лучшее, что мы можем вам дать. Ну и как я правильно понимаю, есть же еще призы от Барт-радио, где, соответственно, также у лауреатов будет взято интервью и будет сделана специальная передача, в которой мы расскажем об этом человеке, и будет возможность, соответственно, исполнить песни и показать свое творчество еще большей аудитории. Приглашайте реально, если вы знаете хороших авторов, особенно хороших авторов, которые почему-то не получили заслуженного внимания, зовите к нам. Вот. Подать очень просто. Можно подать в любой форме. Спойте, запишите хоть как-нибудь, присылайте. Мы приглашаем вас 30 октября в 18.00 на рабочую встречу конкурса Тамза. У вас будет возможность записать свои песни прямо в эфире Zoom. Регистрация обязательно. Тамза.ком, вкладка «Конкурс». Итак, друзья, на сегодня мы заканчиваем нашу передачу, а у нас в гостях был Макс Ремпель. Он представлял второй конкурс Всемирного клуба авторской песни Тамза и Барт-радио. Спасибо за внимание. Присылайте ваши заявки. И пусть песен будет больше. Присылайте ваши заявки.